Телеканал КРТ представляет Сегодня с нами капитан и, возможно, кандидат, или капитан-кандидат, Валентин Землянский Капитан-лейтенант Капитан-лейтенант Примехом с агит парохода С агит парохода Пока Кирилл у нас находится с разведывательной миссией, я считаю, по Европам, да, и борется с коронавирусом Просто наш голубой берет такой, знаешь, где-то Валентин, милостиво, согласился быть в нашей программе сегодня супер приглашенным гостем Супер местного, Валентин Землянский Спасибо Да, потому я, как бы, в нашем новом торжественной обстановке предлагаю Начать с новостей А я хочу сделать маленькую ремарку Алексей сказал, что у нас произошли в стране необратимые изменения во власти Но мы, как бы, своим дресс-кодом показывали Обновилась Линию преемственности власти как в нашей программе, так и в стране Грубо говоря, не прячем самокат Да, да А желтый цвет, кстати, цвет китайских императоров Первая новость, конечно же, как, я думаю, мы все догадываемся Это рада вид правила у видставку Гончарука с его урядом Ты уверен, что это его правительство? Ребят, вам нравится конструкт правительства Гончарука? Можно сказать, что этих людей туда собрал, направил, организовал и возглавил Алексей Гончарук? Валентин, как вы считаете? Можно ли взять этого человека предводителем? Не, ну он же был премьер-министром На предводителя дворянства он явно не тянет А на премьер-министра? Ну, на премьер-министра тоже Из массовки на самокате, говорит, этот человек утверждает, что он был премьер-министром Возможно, да, меня просто поражала всегда любовь к костюмам-тройкам Это вот что-то, видимо, из детства, из гангстерских фильмов, знаешь, этот костюм-тройка Подожди, подожди, мог быть и костюм в клеточку спортивный а-ля джентльмен, и все могло быть Нет, именно костюм, это мафия Но он любил именно в костюмах-тройках ходить Да, костюмы-тройка, потом пиджак снимался Рукова закатывались То есть чисто мафиозная такая история Может, там еще носки на резинках, откуда вы знаете? Ну, так далеко мы не заглядывали Но вопрос не в том, это не правительство Гончарука, а не правительство Зеленского Вот же самое интересное Гончарук возглавлял, ну, по традиции, там, правительство Азарова, например, да Ну да Представщенко, правительство Тимошенко, это так было Но формировал, я думаю, что даже не Гончарук и даже не Зеленский Потому что если бы Зеленский формировал правительство, я думаю, было, ну, хотя бы какая-то часть людей, которые близки к самому Зеленскому Я ни одного человека в правительстве Гончарука, близкого президента Чтобы там были люди близкие к управлению. Не просто к Зеленскому, а именно к управлению, лучше к государственному. Не, ну это в Китай. И более того, заметьте, что мы даже видели очень большую разницу, вот даже если мы говорим о последних рейтингах, между рейтингом президента, который был там около 50%, и рейтингом правительства Гончарука, который был антирейтингом. Давайте упростим ситуацию. От перемены мест слагаемых сумма не меняется, хотя Владимир Владимирович Путин в своем интервью сказал, что меняется. Да, это вопрос. Идеология политическая и экономическая, она не поменялась. Ну то есть со сменой... Смена Гончарука на Шмыгаля, как бы ничего кардинального. Да подожди, ребята, секунду, я вот это возражу. Нет, не согласна. Я вот чувствую, что после Грозьма на Гончаруку ничего особо не поменялось. У нас Мауп, как была кузница кадров, вот там у нас, оказывается, клепают и куют премьеров. А вот Шмыгаль как-то не вписывается в это. Он как-то прошмыгнул. Еще раз, какая разница? Ты где-нибудь слышала, что мы как бы вот с приходом там правительства шмыгнули, хотя бы на презентации, да, что мы раз и прошмыгнули мимо Международного валютного фонда? Мы раз и прошмыгнули мимо презентации. Это уже позитив. Нам же сказали, что уйдет период слайдиков, презенташечек, выступлений. Слайдерменов? Слайдерменов, да. Известно. И вумен. Программа так и не пришла. То есть слайдики... У тех хоть слайдики были, понимаешь, а тут ни слайдиков, ни программы. У тех были слайдики за 84 тысячи гривен, заказанных наших бюджетных. Ну можно было бы, почему нет? Ну так это уже ребусы какие-то, знаешь, эти... Разгадай, что я хочу тебе сказать. Еще раз, вот выходил вчера человек, да, вот... Смотри, а почерк хороший, кстати. Вот, я вот хотел, кстати, вот у нас есть заявление, да, все мы видели заявление Гончарукова об отставке, и меня вот в этой ситуации немножечко удивило, вот, заметьте, вот это, как написано, 3-03-2020. Кто пишет 3? По-моему, 0-3 должно быть. Не обязательно. Ну как это не обязательно? Ну у тебя вон штамп, между прочим, и написано 0-3-0-3. Конечно, а вот это 3-0-3-2020. 20-20-17-42. Хорошо, а вот это 3-0-3-2020. И что? Ну а кто так пишет? Ну он так пишет. У тебя вон в программе 3 написано, ничего. Гончаруков. Все хорошо. А почему у тебя в заставке 0-3 кандидата не написано? Да, 0-3 кандидата. Через запятую. Нет, так это дата. 0-3 кандидата. А кто тебе сказал, что у нас в названии не дата? Все. А у нас дата? Конечно. Он зашифрован. Нет, подожди. Так смотри, так мы зашифровали эту дату? Леш, ты корректором подрабатывал? Ты корректором подрабатывал? Леша, мы ее не зашифровали. Зашифровал Владимир Александрович Зеленский 73% у себя в ролике. А мы у себя в названии зашифровали дату ухода Гончарука. Это просто дальновидно. То есть у нас такая программа? Конечно. И Кирилл отправили в Германию? В Италию. В Италию? В Италию. Или куда-то? Кто куда направил, там он и оказался. Кстати, где Кирилл? Почему он не здесь? Почему он в каких-то Европах ездит? Вот. У меня тоже возникает такой вопрос. Что это за буржуазия? Буржуазия, точнее. Я думаю, что может Валентин знает. Не знаю, он мне не докладывал. Там от пристайки, усиленным верхом на Кулебе, или Кулеба верхом на пристайке. Там говорят, что... Двое из латца, одинаковых с лица. Ну что? Не, ну так абсолютно. То есть у вас как бы пристайка, который там не собирается праздновать 9 мая, и Кулеба, который в начале года разрастился широким интервью в Интерфаксе, где прошелся по всему, явив собой полную некомпетентность в вопросах международной политики, и этот человек становится министром иностранной политики. Ну подождите, а может их всех гончарок нахороводил напоследок? Просто встаньте дети, встаньте в кухню. Ну поэтому взрослые в предельство не пришли, понимаешь? Повелитель мух. То есть бати дома нету. Классический повелитель мух. Бати дома нету. Пошли в разнос. Ну вот видишь... Кот из дома мыши в пляс. Владимир Александрович, как козам больше. Как смотрите, нам же сказали, что кота в мешку, даже с фотографией гончарока, да? Да, показали в радио. Мне кажется, кот из дома все, теперь мышки в пляс, да. А как вы оцените, что вот так правительство супер похвалили, похвалили, а проголосовали прям вот с радостью за его отставку? Там свыше 300, да? 353. 353 голоса. Где ты радость видел? Там лицо у Владимира Александровича Зеленского было посложнее, чем на фотографии. Он там явно квадратный корень вычислял, а может быть и форму дискриминанта вспоминал. Я боюсь, что не было там радости. Голоса надо собирать, но собирали в основном это было на отставку. Как раз за новое правительство голоса находились очень тяжело. Но 291 нашлись. Да. По сусекам. По сусекам. Ну а почему нет? А как вам не голосование голоса и европейской солидарности за отставку? Ну, симптоматично. То есть это было правительство голоса и европейской солидарности? Нет. Сарасята своих не бросают. Там, 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 тики, там, де нас нема. Вот. И все. А потом такой дымарш. Встав и вышев. Не, ну абсолютно была ожидаемая позиция. Ну, то есть куда? А какой сарасята вой подняли? Да. Мало того, чтобы вой качук. Ну, подождите. Называется процесс десаросатизации. Даже в со мной начался? Начался. Все-таки вот Саша отметила, ну, новацию. Ты оптимистична. Где ты увидела там процесс дэ? Дэ? Ре? Вот дэ. Хочешь сказать? Ре? Вот это да. А дэ, как бы, я там не наблюдал. Дэ-ре-сатизация. У нас почему-то тут... Или нео-сарасятизация. Дэро-сарасятизация. Новая скороговорка. Нейро-сарасятизация. У нас есть такая... Вот еще раз, смотри, ничего не меняется. Здесь глубинные процессы. Международный валютный фонд не меняется, ассоциация с ЕС не меняется, как бы, это... Возврат Крыма продолжается. Ну, и всех с 8 марта, кстати, успел поздравить. Уже. У нас тут такая... Ты такой скоропостижный. Что что-то? Да, это не я. Цветы где? Это не я. Это Денис Анатольевич Шмыгаль вчера уже поздравил всех с 8 марта. Что такое? Ты не сделал открытку с веточкой мимозы? Что такое? У меня пшено закончилось дома. Вы знаете, у нас такая тоже интересная ситуация. У нас тут есть новость. Гончарук назвал Зеленского очень хорошим человеком. Но почему-то эта новость, вот когда я на нее нажимаю... Не открывается? Не открывается. Она открывается, но очень странно открывается. Сейчас я даже покажу, что она открывает. Слушай, если бы он его назвал хорошим человеком... Посмотрите. Вот, может быть, нам покажет. Слушай, тебе сегодня на цифре везет. Страниться временно недоступно. То тебе на тройке везет. На тестер. То тебе теперь ошибка 404. Почему-то... Почему-то... Курс будет продолжен. Кстати, Шмыгель об этом сказал. Мы курс будем продолжать. Но не прячем самокат, так и... Не прячем самокат, курс будем продолжать. А этот товарищ, если курс будем продолжать, перед этим говорил по поводу того, что реформы Порошенко были хорошие, но только... Только быстрее надо. Только надо быстрее. Ну вот как бы. Я всех... А вам не кажется, кстати, что Шмыгель это условно что-то среднее между Груйсманом и Яценюком, чисто хотя бы визуально? Он похож. Вот знаешь, типа верх от Яценюка... Ну да. Зачем? Ну что же так? Куда уехал цирк? Вот, собственно говоря, просятся. Он уехал впрочем на ночную электричку. Это же самокат. Ну, электрический же. Так что, почему? Может быть. Можно таксовать. А что дальше будет делать Гончарук? Вот как вы думаете? На такси. Вот Саша. Да? Вместо Гаврилюка? Социальные лифты Майдана. Вот. Мы еще можем раз увидеть. Подожди, доставка Глова всегда ищет. Кстати, да. Почему нет? То есть он может пойти дальше Гаврилюка? Лоша, ему не хватает желтого чемоданчика и может, кстати, и к нам заглянуть в гости. Мы не против. А мы, кстати, поговорим. Кстати, если да, если смотрит и есть свободное время, велкам, мы очень даже... Алексей Гончарук. Конечно. На самокате только. Мемуары еще писать рано, а вот уже вспоминать и рассказывать можно. Да ты что, рано. Самое время. Сейчас как бы институт закончил, а то еще не успел закончить. Быстренько начинаешь писать мемуары с названием «Жизнь, боль, мои воспоминания». Понимаешь? Он сказал, что рано, потому что это только первая серия. Мне кажется, это как угроза прозвучала. Первый сезон? Да, это просто как угроза прозвучала. Угроза. Нет, это он вчера написал, и более того, он это написал на чисто русском языке. Так и написал. А как вы думаете, кстати, была же идея о том, что закрытое заседание Кабмина именно потому, что все говорят по-русски. Как вы думаете, с появлением новых лиц или хорошо забытых лиц в нашем правительстве, мы узнаем, как проходит заседание Кабмина, или это так и будет засекреченная информация? Ну, я надеюсь, что, может быть, Шмыгаль хотя бы откроет заседание Кабмина для начала. Хотя бы часть. Открываю заседание Кабмина. Не, ну должна быть какая-то стилитическая разница от Гончарука. Ну, была кружка с премьером. Ну, тогда давайте. Как вы думаете, какой влог он будет вести? Была кружка с премьером, чашка. Усилим инициативу Бужанского, чтобы не только депутаты могли на русском, но и министры могли выступать на русском языке. Все, и все, и заседание сразу станет открыто. Или на Слобожанском. У нас же есть, да, против? А, кстати, да, Ван рассказал, что это Слобожанский, это не русский. Прописать. Или на Слобожанском. Ты знаешь, я давно, в принципе, предлагал этой идеи в обед 150 лет. Ну, как, знаешь, есть вот американский, английский и английский. Есть русский-молдавский там в скобочках, но будет русский в скобочках украинский. Вот. Он же, ну, хорошо назовем его Слобожанским, чтобы патриотов как бы не рвало на родину. Пусть будет Слобожанским. Пусть будет Сечеславским каким-нибудь, знаешь, даже область какая должна быть. Сечеславская. Но у нас вот в контексте еще правительства Гончарука есть тоже еще одна прекрасная новость, что Кабмин Гончарука перенес на сентябрь индексацию пенсии, которую пенсионеры ждали в марте. У нас сэкономят 100-500 миллионов денег. Вот как вам это нужно? Наш коллега и друг Витя Скоршевский очень, ну, как бы, давал развернутый математический анализ, как бы, сколько миллиардов гривен будет сэкономлено бюджетом, точнее, не выплачено из бюджета, а, соответственно, как бы, даст возможность как-то баланс удержать. А, значит, перенесли на осень. Это, знаешь, звучит, как учительница зашла в класс и попросила 2-3 крепеньких мальчика перенести развод. Как вот это вот все, как это может быть? Что значит перенесли на осень? А весну как будут пенсионеры? А лето? При этом, я вот хотел сказать, это, конечно, ну, это иронично, но при этом пенсии вырастут всего на 216 гривен. Это вот по поводу индексации. Вы ни в чем себе не отказываете, называется. Это следующая книга, которую Алексей будет писать. 216 гривен. Украина, не Китай. Там будет содержаться ответ, почему перенесли на сентябрь. Ну, кстати, вот мемуарагенча рука это можно было бы написать. Совершенно не знаю. Не, а знаете, он просто перепутал в Березен и Вересен. А как вы думаете? Я считаю, что тут все просто. А он просто не знал, что Березен – это не Вересен. Проблемы глобального порядка, потому что бюджет сыпется, как бы, мы это видим по доходам за два месяца, точнее, по отсутствию выполнения доходной части. Очень незамеченным прошла новость по поводу возвращения закона. Есть уже, как бы, кстати, господин Криклий, оставшийся на Мининфраструктуре, является инициатором этого закона о возвращении техосмотра. Я просто напомню, что в свое время при тоталитарной власти Януковича техосмотр был отменен, а, соответственно, те деньги, дорожный сбор, который платился при прохождении технического осмотра, он был занесен в акциз на топливо. Когда мы покупаем бензин, в каждом литре содержится, как бы, в акцизе денежка, которая должна идти, по идее, на дороге. Вот, да. Так вот, у меня просто вопрос, потому что в самом законопроекте я ответа на этот вопрос не нашел. Вместе с техосмотром, причем его вводят очень интересно, раз в 4 года, ну вот, для нас, допустим, пользователей легковых автомобилей, не использующих его для такси, либо для коммерческих целей. Это отдельная история, подожди, там, там, это мы потом. Так вот вопрос, техосмотр денег сколько будет стоить? А это ты узнаешь по объявлениям в метро. Понимаешь? Там всегда делаю справку и делаю техосмотр. В чем прелесть? Там создается, нет, там же централизованный поток денег, там создается бюро технической экспертизы, которое единственное имеет право, это вот, знаешь, как с установкой газа. Я тебе как автолюбитель автолюбителю скажу. Если раньше мог ты поставить, ну, на свой страх и риск, в любом гараже газобаллонное оборудование, то сейчас ты можешь поставить. Но ты должен получить подтверждение от лицензиата, то есть от компании, имеющей лицензию. Что оно было сделано человеческими руками. На проведение таких работ. И по барабану ставь хоть в чистом поле себе этот. Так вот, ситуация с техосмотром, та же самая история. А у нас, кстати, тут тоже есть история по поводу самоката. Вот я попрошу показать прекрасную картинку с двумя нашими тоже экс-премьерами, которые ждут прекрасного Гончарука на самокате. А, им семечек только не хватает, и голубей. А в Сан-Гребе, пограция? Гончарук ходит. Ты пробовал колес на самокате приехатись? Почекаем еще трохи. Мы видим, да, наших. То есть у нас получается, Гончарук уже действительно превратился в попередника. Да ладно, мы такими же ждунами сидели 30 минут, тебя ждали. Ничего страшного, они не развалились, едят и подождут. Господи, тут хоть самокат, хоть велосипедом. По Киеву все равно передвигаться сложно. У нас есть прекрасная еще также инструкция, как ездить на персональном легком электрон-транспорте. Вот посмотрите. О, ездить тверезом. Что нужно с собой иметь? Что Гончарук должен с собой иметь? Шолом рекомендуется. Кстати, я не видел, что он ездил в шоломе. Да и лихтарека у него как-то не заметили. И звукового сигнала тоже. Телефон не в руках. Не, может он, конечно, глазами там отсвечивает? Ездить тверезом. Да, я вот сразу обратил на это внимание. А светоотражающие элементы где у него? Вот где они у него были, правильно? В костюме тройки зашиты. Латки должны быть на локтях, светоотражающие. Вимкнутый лихтар в темную пору дубы. И это, кстати, голос, который не голосовал за Гончарука. Они хотят вести законодательную инициативу по поводу того, чтобы регулировать движение самоката. А правила движения приравнивают к правилам велосипедистов. То есть он просто держит за одной руку и показывает, куда у него поворот. Это надо еще уметь держать баланс. А кто ездил на самокатах? Вот я, например, не ездил никогда. Трудное детство. Кубики, наши все. Вы ездили? Я так понимаю, первая машина у тебя будет в Мазерате. Уже в детстве самоката не было. Ну, как-то так. Заберет у президента Тесла, знаешь. А то не президент Тесла, а Богдана. Ну, все-таки... То есть она уже и так там уехала. Ну, крыса, понимаешь, даже своей Теслы уже у президента нет. А все, и теперь обращений с Теслы не будет? Или только Богдан будет давать военку? Ну, Саш, только заметь, а уже же нет обращений с Теслы. Ты видел обращения с Теслы в последнее время? Я вот по ним скучаю, между прочим. Хочу вам сказать, что все-то новости о том, что будут ротации в правительстве, шли как раз из Теслы обращений. Тесла-2 сообщила нам, что ждите, ждите. Сидели, ждали, дождались. Ну, ничего. Зеленский же говорил, что если что, он ни за кого держаться не будет. Ребята, ну, нам министр по образованию не нужен. Министр культуры пока не найден. Нету министра по промышленности, нету... Там экономического блока вообще, по-моему, кроме Уманского, там много по финансам. Там больше никого нет. Не нашлось или отказались? А, вот тут из взрослых Уманский еще как бы. Вот два человека, которые, да, Шмыгаль, Уманский. Аваков, он давно внесен в Конституцию, понимаешь, как системообразующий фактор украинского правительства. И молитва, которая... Он государствообразующий мужчина. Государствообразующий, да. Муж. Государственный муж. Поэтому поляш Аваков даже не обсуждается. Вы попробуйте его уволить. Давно не встречались, что ли, с национальными дружинами? А это, кстати, смотрите, он уже седьмой... Посмотрите, есть муж и национальные дружины. Я даже считал, он уже седьмой же год министр. Долгожитель. Получается, смотрите, он пережил уже три правительства, трех премьеров. Да ладно тебе, на Коболева посмотри. Но все-таки, да, трех премьеров. Он что, молодец. То есть в лифте теперь будут писать не Цой жив, а Коболев жив? Как ты это видишь? Или Аваков жив? Ну, Аваков-то жив, живее всех живых. То такое. А вот с Коболевым, да, мне кажется, что это уже мемасик. Ну, как Виктору Федоровичу иконы же рисовали из этого, из янтаря делали? Не только ему делали. Извини, у кого-то целые свои капучки. Арсен Борисович чем хуже? А Андрей Владимирович, что ли, не заработал на икону из янтаря? Так что иконостас будет на седьмом этаже. Житомирского здания. Ровенская область должна тут как бы подсобить, я считаю, что да. Я думаю, подсуетятся. А как вы думаете, а почему Новосадня осталась? Не захотела остаться в новом правительстве? Они предлагали? Подожди, тут вот еще вопрос. Ты бы еще про Скалецкую спросил. А предлагали ли ей? Кстати, вот Скалецкая, у нас еще дальше это будет тема, но это очень интересно. А она в курсе, говорят же, что в Новосаджарах плохой интернет. Она хоть в курсе, что произошло? Она уже не министр. Ну да. В боксе. И что это все было зря? Отправим ей ворона с вестью. Да она в пинг-понг играет, не отвлекайте человека. И что это все было зря, получается? Вокс. Знаешь, вот вообще всякая история. Мы с тобою на комбайнах не играли в бадминтон, цитируя классика. Не, мне знаешь, что напомнило, когда про бадминтон играли, не вспомнился Форест Гамп. Знаешь, он сначала играл в бадминтон, а потом надо ему сказать, беги, Форест, беги. Да, беги. И у нас, кстати, тоже есть еще одна прекрасная новая. Ей не хватало денег. Ну давай, ну вот человеку не хватало. Новосад? Не хватало денег. И детей. И детей. Ну так вот теперь у нее есть возможность. И денег на детей. И денег на детей. То есть ни зарплаты, ни, так сказать, личной жизни. Теперь у нее есть время и для личной жизни, и для возможности реализовать себя. Так она же картинку купила. В частном секторе. Ну она сказала, что давно-давно. Это только сейчас оформила. Ну так бывает. В частном секторе реализовать себя и заработать много-много денежков, вот, чтобы иметь возможность воспитывать детей. Поэтому я считаю, что все ее желания, будьте своих желаний, они исполняются. Ведь она хотела больше 36 тысяч гривен и личную жизнь. Пожалуйста, вот тебе личная жизнь, вот тебе как бы, ну там уж как срастется по деньгам. Нет, надо еще найти такую работу. Уйди из кабина, посади сад, будь новосад. Ну, я, конечно, могу вспомнить народного депутата Еременко, но не знаю. Нет, но, опять-таки, с другой стороны, Новослав же пришла в кабинет министров из парламента. То есть она могла... Откуда она же была? С улицы? Нет, нет, я к чему иду. Как все остальные? Я к чему иду. Она могла и дальше быть себе народным депутатиком. О, забить. Она и дальше могла быть народным депутатом. Себе так тихонечко там... Невдача спиткала родинского спорта. Нажима народных депутатов еще меньше. И коррупцию Гончарук сказал подоланно. Да, ну а теперь же обратно не вернется. Специальный климат виновлен, ну и вообще он все хорошо. Ну а теперь же обратно не вернется. Ну то есть уже же все. А знаете, почему вообще ее взяли в правительство? Потому что она новое лицо, она же новосад. Была бы у нее фамилия Старосад, вот не взяли бы ее. Ну я видел, как она писала... Або попередний сад. Как она писала в фейсбуке Алексею Гончаруку. Называет, кстати, она его шеф. И она ему дякувала, писала, дякую, шеф. И что это должно... Леша, опять твоя конспирология. Тройка у тебя без нуля, дякую, шеф. Что это должно значить? А я добавлю еще конспирологии. Смотрите, Шмыгалю 44 года. Его назначение произошло... Мы с ним ровесники. Ноль четвертого... Ноль четвертого... Ноль четвертого месяца... Ну, подождите, ноль четвертого в 4 часа... Подожди, почему ноль четвертого? Если март на календаре... Сейчас, секунду. Вот это чувствуется, что я гуманитарий. Вот сразу... 22 июня ровно в 4 часа. Он даже КПИ преподает. Там накладывают отпечатки. Цифры, понимаешь? Его назначение... То есть 44 лет... 44 года ему. Дальше. Его назначение произошло 4 марта в 4 часа. Так. И? А 4 часа это 16? А это не конспирология? А март это 0,3 месяц. И у него две дочери. Но это уже такое. Однозначно сексист. Ребята, я вам хочу скажу. Он сказал, что он хорошо знает гендер. Две ноги. Возможно, у него 32 пальца. Я считаю, что это вообще... Вот ключевая информация человека. А что вы говорили, когда выступал с тригунами? 32 пальца. Зуба, а не 32. Господи. Что ж ты из него... Мушкетера-то сделала? Мутанта. 32 пальца. Это смешно. Вот. И смотрите, мы все немножко заговаривали. Ну... Да. Но мне, например, показалось очень интересно, что 44 года... Да. Мне показалось очень интересно, что половина Кабмина так или иначе связана с Ренатом Ледичем Ахметовым. Вот это мне показалось очень интересно. Ну, слушай, ну, что ты так прямо уж сразу... Ярлыки-то на всех... Я не сразу... Ярлыки на всех повесил. Я постепенно... Валентина, я правильно понимаю, что... Я же сказал «связано». Валентина, я правильно понимаю, что ты считаешь, что у нас шмыгаль Ренат Леонидович? Ну, я не могу так сказать напрямую. Смотри. Ну, вот нельзя... Нельзя... Вот тут я соглашусь с Сашей. Нельзя на человека вешать ярлык. Если человек связан с той или иной финансово-промышленной группой... Как связался, так и расстат. Да, финансово-промышленная группа не обладает интересами во всех сферах государственной жизни. То есть у нее есть четко, например, электроэнергия. Да, вот там есть вопрос. Например, импорт электроэнергии. Кстати, Зеленский уже назвал это ошибкой. Вот. А кто пролобировал? Депутат Герус. Да. Я бы, собственно говоря, например, теперь с точки зрения ДБР поинтересовался ценой ошибки. Потому что злые языки поговаривают, что цена ошибки была 4 миллиона долларов. Ну, опять наговаривают. Ну, такая цена ошибки. Наговаривают, наговаривают злые... Ну, башки рвут. Это все злые языки. А я хочу отметить, смотрите, снова четверочка всплыла. Опять четверочка. Вот, понимаешь? Вот конспирология, кто начал? Вот кто нас конспиролог главный. Ух. Я тут просто так просто подбрасываю. Да, Янули не дорисовываю. Набрасываю туда вентилятор. Янули не дорисовываю. Тут вот, нет, просто понимаете, мне, вот мне, как человеку, связанному с этим, мне вот за Коболева обидно. Его за 4 миллиона как бы на всех каналах поносят. А вот другие как бы... Пидносят. Да. Одного полносят, а другого полносят. А зато Шмоголь, кроме того, что он, конечно, работал в Ахмедово, но не только у него, но он зато галичанин. Я вот тут уже видел, что некоторые говорят, вот, у нас наконец-то стал премьер-министр Львовянин. И что это должно быть? И прям такая вот некая радость. То есть дальше пойдут гонения на русский язык. Я просто рассказываю, что есть... Почему так? А вдруг он просто всех приучит пить кофе? Радость. Угощать шоколадкой. В Вене. Один уже пытался. В Братиславе. В Вене дорого. В Вене опера, да. В Вене опера. Я, кстати, поинтересовался билетами в свое время. Сколько? 250 евро. А если стоя, и за час до мероприятия, то можно дешевле. Там сильно дешевле, и ничего не видно. Ну-ка, послушай. Хочешь послушать? Тебе же не говорили посмотреть. Тебе говорили послушать. Между прочим, если послушать, то там и бесплатно есть. Там есть установлен экран на Венской опере сбоку. И можно смотреть просто по экрану то, что там происходит. Ну, прогуливаясь вокруг Венской оперы, честно говоря, я вот не застал. Хотя время выступления было. Ну, тебе повезло. Ты не такой, как Север. Это не там было. Кирилла на вас нету. Слушайте, может, он тоже пошел. Кирилл с коронавирусом борется. В Италии. В Европах. От него назад не пустят. Кстати, он... А вы думаете, зря в Милане памятник Факу стоит? Вот там же показано все, не надо к нам ехать. Там же главный монумент такой показывает, что... Приезжайте, приезжайте, мы вам всем покажем. Смотрите, у нас уже, я так понимаю, экс-классики. У нас еще тоже есть прекрасная новость, что Милована Маркарова в Фейсбуке, в Фейсбуке, вот я подчеркиваю, не поделили 90 миллиардов гривен из госбюджета. За это Кабмин был отправлен в отставку. Исключительно. Только за... Министр экономики Тимофей Милованов решил выделить 90 миллиардов гривен на поддержку агросектора и промышленности. А глава Министерства финансов, ну уже экс, мы понимаем, Оксана Маркарова, назвала это ошибкой. Чиновники переписывались в Фейсбуке. А ничего, что это как бы десятая часть бюджета. Нет, а ничего, что они переписывались в Фейсбуке. Переписывались и переписывались ради бога. Вот видите, нехватка того, что Кабминет Министров закрыт. Почему? Коммуникации, ты хочешь сказать? Да, они не коммуницируют друг с другом. А каких тебе еще коммуникаций не хватает? В Фейсбуке открыто обсуждаются вопросы государственного значения. 90 ярдов пилят. А тебе все закрыто, понимаешь? Все конспирология. Там с нулями все было хорошо. С четверками, с тройками. Может, там еще и ТУЗ был? Как ты думаешь? Нет, давайте очень четко понять, что непонятно, 90 миллиардов под что. Ну, то есть, вот они делили... Непонятно. Мы делили апельсин, много нас, а он как бы... Саша, это знаешь, это как с инвестициями, которые все время пытаются... Вливайте в нас. Мы открылись, да? Мы открыты. Мы открыты. Вливайте. Во что вливать? Под что вливать? Причем, я тебе хочу сказать, что нас за вот эти же заявления, как бы, потом и мордой, как поганых котят. Ну, вот, например... Где влили? А, слушай, а может, это не котята напачкали? А может, это влили инвестиции, а все на котят думают? Может, это просто не донесли инвестиции, они на полу лежат? Но есть, но есть из МИСКИ и не хотят. Да? Да, есть. Маркарову и Тимофея Малышевна. Вот, смотри, я просто приведу пример, я к чему это вел. Министр иностранных... Высокий как проповедник, знаешь, с этим. Да, 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 министр иностранных дел Швеции Анна Линде на встрече с Пристайко, который уже стал целым, после этого целым вице-премьером, сказала... По евроинтеграции. Да, по евроинтеграции. Сказала, что, ребята, реформа судебной системы и коррупционная составляющая – это основные препятствия для захода компаний Икея на украинский рынок. Вот. Я тебе хочу сказать, что компания Икея на российский рынок зашла в конце 90-х или в начале нулевых. И благополучно мало то, что магазины там наколбасило, так еще наколбасило и... Производство. Производство. Производство локализовало, более того, это стало требованием государства по локализации производства как бы на территории Российской Федерации. То есть нам говорят... Ну, мы ж впереди, мы ж продвинутые, что нам на этих макшан равняться, как бы. Давайте, вот, мы ж европейцы, нам говорят о том, что давайте гоните свой лес кругляк, и, может быть, мы откроем магазин, и то не факт. Может, контрабасом будут и дальше тащить. А там идет локализация производства. «Мерседес» локализует производство тоже почему-то не на Украине. Мы же так открыты, мы же ждем. У нас дешевая рабочая сила. Дешевая рабочая сила. Причем с каждым годом... Главное преимущество. Дешевле и дешевле. Степень ее деградации все больше, а, да, дешевле и дешевле, а степень деградации больше и больше. Вот же, о чем идет речь, понимаешь? То есть проблем... Наверное, как бы не кровати надо двигать. И не название менять, чей это уряд. Гончарука, Шмыгаля или Зеленского. Галычанина Шмыгаля. Да, Галычанина или, кстати, кто, откуда, господин Гончарук? Ты не помнишь, родом? По-моему, из Черниговской области. Не Галычанина. Тут зависло у нас такое... Зависленное знание, знаешь? По-моему, да. Или Черниговская, по-моему, Черниговская область. Да, это Черниговская земля талантами. Давай, давай вот на этом как-то. У нас тут новости про коронавирусов, но я так понимаю, что у нас немножечко и наш компьютер подхватил. Коронавирус ушел на второй план, потому что я тебе скажу одну простую вещь, о чем, собственно говоря, заявил Суэм Бойко в своем выступлении в Верховной Раде. И, кстати, это была подтверждена информация потом вот этим вот мужчиной, который стал главным санитарным врачом с громкой фамилией Лешко. Очень громкой. Значит, 3000 тест-систем на коронавирус находятся в Украине всего. Из которых использовано, мы смотрели, еще десятки. Понимаешь? И, собственно, в больницах нет. Вот пишет, я далеко ходить не буду. Вот в Фейсбуке моя одноклассница, с которой мы учились, мы в Фейсбуке снова встретились через 20 лет. Она говорит, я вот подыхаю третий день, кашель сухой, температура 38. Ну, она там наезжает на свою страховую, которая и частную клинику, которая за ней должна. Но вот по факту. Ей говорят, идите в поликлинику. А ты уже протер клавиатуру после переписки? То есть к вопросу о самоизоляции. Да. Вот об этом идет речь. Ведь у нас количество заболевших не потому, что нас стороной все обходит, а потому, что они выявляют. Это однозначно. Более того, что даже когда выявляют, есть варианты, что может быть и есть какое-то укрывательство информации, да, и, скажем так, нежелание объяснять гражданам, что реально происходит. Кстати, очень интересно, вот у нас же обнаружили конкретно в одной области, да, в Черновицкой, что у нас есть случай. Пока зарегистрированы. Ну да, один человек. И, кстати, там тоже очень интересный нюанс, что... К его жене, да, там начали учиться. Не просто к его жене, а у него выявили коронавирус в его день рождения. Ты опять конспирология? Ну вот такая есть информация. Конспирология. Эх, эх, эх. Ну а зато Скалецкая сидит себе в этом боксе. Леша, ты подбираешься. Как только три шестерки появятся на горизонте, это знак. Знай. Пока еще все это только-только, так сказать, намеки. А вот знаки, они будут впереди. Не, ну, видите, мы же пока не увидели со стороны правительства такой развернутой программы, да, борьбе с коронавирусом. Я сейчас скажу спасибо, что их не поменяли в пятницу тринадцатого. Так правительство, мы уже правительство не увидели. Подождите, в Америке есть супер вторник, у нас должна быть черная пятница, конечно. Кстати, Леша, в этом месяце пятница тринадцатого. А я люблю пятница тринадцатого. Надо было менять всех оптом по дешевке. Пришел, говорит, дайте мне пару там десятков хороших, крепких ребят. Да. И все, и нормально. Смотрите, у нас еще есть такие прекрасные новости, ну вот на тему все-таки коронавируса. Коронавирус не пройдет. Хвостатых пограничников в Борисполе оснастили защитными масками. Каких пограничников? В Аскарте. Сотрудников отдельного контрольно-пропускного пункта Киева в аэропорту Борисполе оснастили служебных собак сотрудники защитными масками. Фото четырехлапых охранников в масках опубликовал спикер ОКП Светлана Бурда. У пограничников есть достаточное количество средств индивидуальной защиты для всех охранников границ. Шутку написала она. Вот, пожалуйста. А где защитники животных? Это издевательство над собакой. Это реальное издевательство над собакой. Кто физиологию собаки не знает, у собаки пасть, извините, рот, он является как бы системой охлаждения собаки. По-другому они, вот мы потеем люди, а у них нету потовых желез. То есть они тепло выпускают через рот. Это издевательство над животными. Кстати, а где защитники? Это статейно, это уголовное дело. Вы что, ребята, пограничники? С ума шутники. Ну, это, кстати, об уровне дешевой рабочей силы и деградации. Вот вам, пожалуйста. Какая страна, такие средства защиты. И такие санитары. Да, и санитары. Идиот. Прости, Господи. А в мире как на коронавирус вообще реагируют? Это же тоже отдельная тема. Вот еще новость из Тернополя. У Тернополя человек выгадал коронавирусу знакомого, або смусить приезжать швидко. То есть просто уже скоро они приезжают? Да. А вот коронавирус, получается, стимулирует приезд. Да, не факт, что она приезжает. А почему полиция? Если должна была быть скорая. То есть вызывали скорую, и приехала полиция. А что не пожарный? Так, на лінію 102 надійшло поведомление від Тернополяна про те, що його з ними контактував з громадянинами з Китаю. І тепер з температурою перебуває вдома, наражаючи на небезпеку сусідів. Читая новость. Но полиция, когда приехала, никто дверь не открыл. Наступного дня вони розшукали власника квартири, але той заперечував, що дзвонив у поліцію. То есть дзвонили в поліцію, по сути. Из-за коронавируса. Коли ему показали номер, з якого на лінію 102 надійшло поведомление, чоловік сказав, що це номер его кума. Він не живе в тому ж будинку, але в іншій квартирі. 41-річний кум зізнав, що це він викликав допомогу. Бо інакше швидка відмовлялась приїжджати до нього. Куму загрожує від 3 до 7 років. Мені було погано. Піднявся тиск. Я затворював на 103. А нет, от 3 до 7 неподаткованих мінімумів. Там мені відповіли, що швидка допомога не приїде. Бо з таким діагнозом треба дознати з дольничного лікаря. Привет, супрун. Його ось этим змінням. Розлючена я набрав поліції, повідомив про начебто хворого знайомого. І про те, що в нього коронавірус. Через декілька хвилин ще раз зателефонував на швидку. І теж розповів цю історію. Тоді всі швидко приїхали. Слушай, супрун вже хотіло везде, щоб ми спілкувалися з докторами по скайпу. Тепер теж, зачем дзвонити? Коронавірус. Нужно по скайпу. Ти позвонив, показався. Показав, покашляв. Все должны показати реальні симптоми. І тільки потім консилиум прийметь рішення, ехати к тебе чи не. Я, кстати, предлагаю щас посмотреть у нас параллельно фотографии, как люди в шутку или не в шутку защищаются от коронавіруса. А вот у нас є целий набор фотографій. Щас нам покажуть їх. Как вам? Ну, це боротьба з повластиками. Средство защиты. Грета дуже рада. Валентина. Нам Йорфаза в люк. В Китаї за коронавірусом сократилась на четверть выборів углеродів. На котика прилепили. На котика та же ситуація, що і з собачкою. Котика ще на поводок взяли. Дидочки хоч зробили? Вот. Видим, да. Да, видим. Ты вже закрыл і котика. І повязку. А вот эту. Главное, зелені перчатки. Це гончаренка, що? Нет. Возвращається із Тразбурга. Гончаренка в глобуих перчатках. Не путай. Ой, я тебе умоляю. А вот эта? Масок хватит на всех называется. Как вам? Отлично. Правда? Главное в очах. Все-таки із бюстгальтера лучше. Я думаю, что в Милане возьмут на вооружение. А вот это? Как вам? Доставка воды в офис. Слушай, я все-таки еще в 2014 году хотел наладить. Такое сделать? Производство шапочек из фольги. Зря надо было, ты понимаешь? А сейчас можно было бы сказать. А у нас там еще была картинка, еще одна такая интересная. Там с бюстгальтером, кстати. Ну, у тебя фантазия хорошая? Нет, там у нас была картинка такая. Представь себе, да. Представь себе бюстгальтер и картинку. Фантазируйте. Может, нам ее найдут. Поэтому в мире вот так вот и реагируют. Ну, слушай, в мире-то весело реагируют. В мире очень, очень весело. И в Румынии, и в Валенсии. Сейчас мы к этому вернемся. Но еще у нас, да, ситуация в чем была? Что соседи, человека, которого поймали, ну вот, выявили, да, коронавирус. В Черновцах. В Черновцах, да. Дружина черновичан, якою выявили китайский коронавирус, перебувая на самоизоляцию власней квартиры. Біля будинку забрались люди, які вымагают, аби жінку також забрали до лікаря. Вот как вам вот эта ситуация? Ну, было бы в Средневековье, как нам любят говорить, ее бы уже сожгли. А так только вымагают. Почему было бы? Мне очень нравится эта картинка. Может быть, там, в следующий раз ее найдете. Помнишь учебник по истории средних веков для шестого класса? Там, значит, это замок феодала. И крестьяне внизу на поле, как бы, собирают. То есть, в принципе, это ничем не отличается от сегодняшней Украины. Если, так сказать, проехать мимо там, ну, не кончу заспу брать, где сосредоточение, а где-то в полях, да, вот, как бы, ну, вориши местного разлива по районам, по областям. Я думаю, мы увидим точно такую же картину. То есть мы уже живем в Средневековье. То есть ты проезжаешь, спрашиваешь, чья земля? Тебе говорят, маркиза Карабаса. Да, смотрите, мы можем посмотреть вот видео немножечко, да, как, что там происходило. Пожалуйста. И там ролик на 40 минут. Не, не, на 40 минут. Ощущий, даже подвину. Ну, вот я очень так кратко постараюсь показать, как пришли под квартиру, вот мы видим, возмущенные жители с требованиями, чтобы женщину отправить, да, на самоизолировать ее. Слушай, ну это мы представляем. Украина, конечно... Не Китай. Мы же уже как бы определились. Уже после Санжар уже сложно удивить. Твоя следующая книга, мы с Сашей в соавторах. Украина, не Китай, понимаешь? Да, Украина, не Китай, великолепный. Главное, свежо. Актуально. Да, и запоминать будет просто. Да, ну, переходим к мировым, да, нюансам по коронавирусу. Давай с Валентией, жги, Леша. С Валентией, а вот у нас про Румынию давайте все-таки немножечко сначала. В Румынии противники эвакуации устроили свои новые Санжары с вилами и топорами. Вот мы видим. В Румынии жители региона Арджеш с вилами и топорами вышли на акцию протеста против размещения там на карантин зараженных коронавирусом. Алексей, я думаю, вы были бы прекрасным премьерами. А нам что делать? Вы так следуете инструкции, что мне же прям страшно. А нарушить правила слабо? Ну, в Румынии с вилами мы представляем. Давай я добавлю, вот не в Румынии, а в Венгрии перегородили баржами как бы Ричинку, вот, потому что мусор с Закарпатья плывет как бы туда. Понимаешь, а может же и коронавирус доплыть. То есть просто голубой Дунай будет уже не голубой. Он уже не голубой, потому что... Видеть, какая там происходит, происходила ситуация. Ну, отлично. Да, видео не надо, достаточно этой картинки. Подождите, ребята, в нашей стране главный санитарный врач с фамилией Лишко. Каких вам вид еще не хватает? Я не понимаю. А это Румыния. Что вам еще не доста... Чем ты удивлен? Ну, Валенсия, я понимаю, смешная новость. Ну, что ж ты вот с этой Валенсией? Сейчас вот мы ее откроем, эту Валенсию. Открывай. И будет «Don't cry for me, Argentina». Да-да-да-да-да-да. Так, смотрите, да, про Валенсию. Не сумуй за мною, Валенсия! Что там, Валенсия? Расскажи нам. Валенсия, вот я вам сейчас расскажу, смотрите. Такая суперновость. Перескажи нам, да. В Валенсии закрыли 111 человек в борделе на карантин. А, клевая новость, да. Агенты... А что 111? У меня в новости 119. 119. Где потерялось 8 человек, Леша? Да, агенты национальной полиции охраняют агенты. Национальная полиция... Очень интересно. Агенты национальной полиции охраняют бордель. Шварцвальд, Валенсия, в котором девочка, девочка, девушка, наверное, у которой положительный результат на коронавирус, не выполняла приказы... Расскажи спасибо, что не мальчик, понимаешь? Органов здравоохранения сообщают европейские источники в полиции. Не европейские, а бывают не европейские источники. Позитивный эффект на коронавирус этой девушки заставил сегодня утром рано, рано утром изолировать 86 клиентов, которые находились в здании в то время. Проститутка, которая сейчас поступила в университетскую больницу в ту же ночь, переспала с несколькими клиентами. По данным тех же СМИ, владельцы клубов, работники службы безопасности и уборки, официанты, девочки и клиенты, в общей сложности 119 человек... Я хочу пересказать краткое содержание ее жизни в последних лет. ...до дальнейшего уведомления. Тебе недостаточно, что 119 человек просто закрыли в борделе на карантин? Тебе этого недостаточно? Послушайте, власти опасаются, что сегодня женщины некоторых клиентов начнут собираться перед домом, чтобы попросить объяснений. Вот тут написано «женщины». Это просто, я так понимаю, такой вот корявый перевод, гугл-переводчик испанской новости. И получается, женщины... Да, то француз. Девочки. Все они были помещены в карантин в качестве меры предостережения, хотя ни одного из них нет признаков заражения вирусом. Это 8. Ты потерял 8 клиентов. Если к 3 добавить еще пару завитушек, то тоже получается. Послушайте, однако в течение этих 14 дней им была рекомендована нормальная жизнь. Половая? Внутри помещений. Им было предложено сохранять спокойствие. А министр здравоохранения к ним выехала? А вот, кстати, наша? Ну, я не знаю. Она уже освободилась, может заехать и к ним. Их. А вот это тоже очень странно. Сотрудники национальной полиции предоставили 120 масок, чтобы использовать их. 119 человек? А зачем 120 масок? Ну, кто-то же эти 119 должен был принести. Вот тебе 120. А может, к ним просто, знаешь, добровольцы выразились. Говорят, кто хочет на карантин? Вот. Тут есть свободные места, знаешь, и все. И люди сразу построили среду. А вот, да, воспользовался услугами. Леш, ну толку с этой новостью. Ну, забавно как бы. С женами еще смешнее. Нет, просто приводите своих женщин и жен сразу. Будет еще смешнее. Да. Так же еще веселее. Ну, с коронавирусом все весело и задорно. Давай дальше двигаться. В Италии Тома Круза отправили на карантин. Представляешь? Саша, да. Подожди, а это же вот, помнишь, он к Зеленскому приезжал? Я так понимаю, это он очередную как бы серию. Подхватил? Не-не-не, он же снимает очередную серию этой «Миссия невыполнима». Да, и он в Киевском метро. Помнишь, они там спускались? Вот у нас есть суперновость об этом. Сказали, что кусочек будут там дальше снимать. Американского голливудского актера Тома Круза и других членов творческой команды будущей ленты из серии «Миссия невыполнима» отправили на карантин в лучший отель Венеции. Об этом сообщает BBC Украина. Карантинный режим продлится до марта. Ну это до марта. Март уже идет. Понимаешь, уровень карантина зависит от уровня твоего банковского счета. Подожди, я думаю, что просто надо переименовать Квентина в карантина. Квентин карантина, ну хорошо же звучит. Том Круз чувствует на себе, конечно, ограничения в Италии, но он не один. У понтифика сильная простура. Вот. Я в курсе, что по-паритски... Так уже опровергли. Уже сказали, что все хорошо. Кирилл сказал, что все хорошо. А Кирилл, ты думаешь, что туда поехал? Проверить, конечно. Да у папы уже все хорошо, поэтому Кирилл туда и поехал. У нас, кстати, было где-то даже, возможно, есть... К папе. Мы желаем, конечно, крипчайшего здоровья всем. Но ради, кстати, мер предосторожности, вот, господа, вы при встрече сегодня жали друг другу руки, а... Мы еще и целовались. Вот. А вот... И с тобой, кстати, тоже. А вот есть видео у нас чихающего папы Римского. Вот нам сейчас его покажут. Уже показывают. Ты думаешь, он как-то необычно чихает? Ну, конечно. По заветам Милованова! Супрун! Нет, Милованова! Да, там нужно вот так. Чихаете, да? Да. Так что, он чихает здесь? Сейчас ждем. Вот! А музыка какая пройдет. Ну, видишь, он же за загородкой чихает. За это Милованова вот так? Да. И ногу там еще, он, говорю, можно. Ну, а хорошо, а где фотография с Кириллом, который проверил? Не зря его уволили, короче. Который проверял эти камни. Конечно, обязательно. Президент Франции, вот у нас есть 21 новость. Президент Франции Макрон перестал жать людям руки из-за коронавируса. Президент Франции Мануэль Макрон не проходит проверки на новый коронавирус, однако принимает меры, предосторожность, чтобы не заразиться. Ему жена посоветовала. Она старше и мудрее. Он отказался от рукопожатия на встречах. Она тоже не хочет заразиться коронавирусом. Поэтому, говорит, нечего вот этим своим шлендрам, понимаешь, руки жать. А где улыбайся? А если он сходит вот в эту валенсию? Махай издалека. Вот эту валенсию посъездит. Где мало, говорит, в Валенсии было. Да, где-то так. Ну, вообще, паника с коронавирусом, конечно, сильно преувеличена. Я понимаю, почему это происходит в мире. Для чего вообще вся эта история? Почему? Ну, то есть она нужна... Не нравится? Нет, Леша, ну мы же с тобой понимаем. Да, то есть под всем лежат всегда деньги. То есть есть экономический подоплек. Кто там кому как бы делает козу на барабане? То ли Китай с Соединенным Штатом, то ли Соединенные Штаты Китаю, то ли Китай с Соединенными Штатами Европе. Ну, в общем, кто-то кому-то пакости делает. Это все абсолютно понятно. И вот эта истерия, которая... Ну, то есть если мы берем реальные цифры и понимаем, что... Да, конечно. Сравним с гриппом банальным, да, со смертностью от гриппа. Если мы исходим из той логики, как здесь у нас, на Украине, относительно выявления... Столбняк. Выявление случаев, да, то есть если как бы... Ну, вот предположить, давай вот... Вот еще из Германии... Леш, магия цифр. Ну, вот умножаем как бы на 10, да, количество заболевших. То есть добавляя туда невыявленных. И мы получаем уже уровень смертности не 3, а 0,3%. Уже как бы сильно ниже, чем от обычного гриппа. Все, история сдулась. Маш, ну очень выгодно подогревать всю эту историю. Мы просто... Ну, здесь каждый пытается состричь свои политические купоны и дивиденды. И играет на страхах. Да, играет на страхах внутри страны. А подзаработает на масочках. Это же вообще хорошо или на антисептиках? Как писал господин Фергюсон, да, в «Философии страха», он говорит, что правительство, которое постоянно пугает свое население угрозой терроризма, само становится сообщником этих террористов. Конечно. Поэтому с коронавирусом... Волки-волки. Волки-волки, та же самая история. Не просто волки-волки, а еще ты постоянно держишь людей в страхе, ну, то есть для того, чтобы, так сказать, решать свои политические задачи. А вот это Франция... Смотрите, кроме того, что вот то, что стал отворять Макрон, Лувр закрылся из-за коронавируса. Вот если вы... Уже открылся, Леш. Да, уже открылся. Уже закрылся, открылся. Закрылся и открылся уже. Ну вот, но тем не менее. Но шороху навел. Ну, они серьезно, они приняли решение Кабинета министров, что массовых сборищ свыше 5000 человек нигде не должно быть, поэтому всевозможные мероприятия, спортивные, развлекательные, культурные, были сокращены. Но посмотрели, спад заметили, что нет распространения такого массового, и, условно, инженеры были временными, поэтому... Черт, чем эти французские Кабмины занимаются? Понимаешь, нет вот, чтобы как наш. Закрылся, закрылся. Да, не, 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 собрались, как бы надо снести курятник на Майдане, вот этот, что надстроили. Это же проблема уровня Кабинета министра. Вот это вот, а 5000 туда, а 5000 сюда. Ерундой занимаются. А вот посмотрите, а в Париже, тем не менее, началась... Началась. Началось тренд, да? Ох, начался. Вирусная, да, начался тренд. Нет, вирусная мода. В Париже модели показали трендовые маски для защиты от коронавируса. А это рисунок, что это? Это перцы, это... Ну, это какие-то, что там, да? Это гусиная лапка рисунок называется. Да? А до этого было непонятно. Это Нью-Йорк, по-моему, да? Ой, Нью-Йорк, это Париж. Да написано, вот это Лейба висит, Нью-Йорк, да. А пиджак в гусиную лапку. Да, что называется? И шапочка-петушок. Шапочка-петушок называется? Конечно. А та шапочка, где она? Да уже другая картинка, Алексей. Сейчас. А, да-да-да, это вот открыли. Шапочки только из фольги. Ну, кстати, трендово так, интересно. Интересно, да? Вот-вот. Кто-то у нас в Париж собирается, пусть перевезет пару мазчиков. Вот, посмотрите, как вам. Напишите, Кирилл. Как вам вот эти? Пусть заскочит на обратном пути. До города Парижа? Кто какое бы взял себе? Понимаешь? И по улицам Киева. Вот все-таки не зря Париж называется столицей моды. Ты понимаешь? Потому что таких балаклав Майдан не знал. Вот знаешь, мне как-то здесь еще как раз посоревнуются Париж с Миланом. Да, кто кого перещеголяет. У кого креатив покреативней, знаешь? Позабористей. Я думаю, вот, кстати, следующим решением французского правительства должен запрет ношение в общественных местах. Понимаешь? Балаклав. Балаклав, конечно. Конечно. Ну, а тем не менее, пока вот такие внимательные модники разглядели в красотках Пума портрет Адольфа Гитлера. О, да. А именно его челку и усы. Вот это не только Адика, но и Колю Гоголя. Вы видите там это? Их пара, они же называются Гоголь плюс Адольф. Вот. Кому какой нравится. Хорошо, хоть Пума, а не Адидас, понимаешь? Рита. Какая разница? А Пума и Адидас, между прочим, выходцы из концерна «Братьев Дасслер». Вот, посмотрите. Там они хоть левый, хоть правый. Увидели сходство. Такие вот внимательные модники. А Гоголь где? А это какой тебе больше на них похож. Вот смотри, какой тебе Гоголь, а какой тебе Дольф. Вот. Между прочим, это же не только ситуация первый раз с кроссовками, а чайник, как один раз тоже запретили, который был похож кому-то этому. Возможно, этот факт не привлек бы такого внимания, если бы не история бренда. История бренда более. Основатель компании Пума Рудольф Дасслер и Адольф поддерживали нацистский режим и были членами НСД, НСДАП. Ой, ты не поверишь, Адольф Гитлер в 33-м году заложил завод в Вольцваген, он так что, все не так, вот не зря ты говорил про поводу «Три без нуля». Это было как… Вот. 33-й год, как бы. И еще вспомни цитату Порубия, что надо равняться, когда делаешь дороги на Германию. Да? Вспоминай, вспоминай. Он же много всего. Я ее не слышал. Ой, это вообще… Потому что перевести Порубия как бы с Порубийского на членообразный очень сложно, понимаешь? Забываешь уже, да? Отвекай. Зато вот по сети… Сейчас, лишь извини секунду, как мне один народный депутат говорил, знаешь, я когда в зале слушаю Порубия, я сначала пытаюсь разобрать, что он сказал, а потом вникнуть в смысл сказанного, понимаешь? Так вот, то есть двойной перевод шел. Вот, 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 а ты говоришь вспомни. И потом перевести обратно. А ты говоришь вспомни. Должен быть еще в Google Translate обязательно, знаешь, выбор всех языков и вот этот тоже. Не-не-не, Москва 2042, помнишь, с русского на русский идеологический перевод. Еще, кстати, в сети стало популярно изображение Греты Тунберг, которой она радуется. Там такая вот ее очень хорошая фотография. Вот в Китае из-за коронавируса на четверть сократилась выбросы углерода. Да, она еще посоветовала китайцам отказаться от палочек. Вот. Пусть, говорит, порадуется. Порадуется? Ну, конечно. Ну, вот, видите. Жалко, что ли? Пусть кто-то порадуется. Такая симпатичная фотография. Правда? Кто-то грустит, кто-то же должен радоваться. Все в балансе. Да. Смотрите, у нас еще есть тоже такая вот очень прекрасная, мне кажется, новость. Я предлагаю рассмотреть. Люксембург станет первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом. А ты почему так завелся? Ты что, собираешься в Люксембург? Да. Ты же все равно ездишь на такси, Алексей. Я на общественном транспорте езжу. Вот в чем дело. А такси – это не общественный транспорт, понимаешь? А буржуи как бы ездят на такси за... Ты на сэкономленные деньги что, магнитиков всем привезешь? Или масочек? Нет, на сэкономленные деньги он будет ездить на такси. Государство Люксембург сделает общественный транспорт бесплатным. Леша, сколько там Люксембурга? Скажи мне, пожалуйста, ты помнишь площадь Люксембурга? Это малюсенькое государство. Ну так я тебе о чем? То есть это меньше Киева. Площадь Люксембурга может поместиться на Люксембургской площади. Да, на Люксембургской площади. Зато это будет первая в мире страна, где будет действовать бесплатный парейс на всем, на всем общественном транспорте. Для поездки на автобусе, трамвае или поезде, заметьте, у них это все есть. И автобусы, и трамваи, и поезд. В малюсенькой стране. Леша, это все понятно. Не надо будет покупать билет. Я не хочу тебя расстраивать, но 30 лет назад уже была такая страна, там был практически бесплатный проезд в общественном транспорте. Вот, не знаю, 30 лет назад это было слишком много. Другой такой страны. Вот, финализируя, в Индии попугай и наркоманы разоряют маковые поля. Как вы думаете, ждать ли нам в сезон новостей из Украины о том, что синички и наркоманы разоряют маковые поля уже у нас? Ну, после того, как господин Абаков заявил, что тонны наркотиков лежат на складах МВД и попросил депутатов помочь с реализацией. А как он сказал, что раскрыто какое количество преступлений, наверное, благодаря экстрасенсам, которые же помогали, конечно, они же всячески способствуют. Поэтому за синичками как бы не застоится. Думаешь? Я думаю, что они, во-первых, они же патриотичные, они же в правильном раскрасе. Да, это тебе ни снегири, ни гири, понимаешь? Здравий попуг, який, как вважается, пристрастилися до опиума, знищают посевы на индийских фермах, чтобы поддерживать свою химерную звичку. Это тебе не лось за бродившими яблоками, которые наживаются, знаешь, гуляют там по лесам. Индийские опиумные войны, понимаешь? Попугай, как биологическое оружие Вашингтона. Ну, что-то в таком стиле можно заголовками уже давать. А ты представляешь, это какой-то же элитный сорт мака, если его выбрал отдельный попугай. Это же как с кофе, знаешь? Кстати, сфотографировал неразлучник, я тебе хочу сказать, почему один. Вот у нас есть даже видео маленькое. Посмотрите, как попугаи там устраивают. Ой, сори. Кокаиновые вечеринки? Вот, вон летают. Опиумные какие там? Летают, видите? И попугаи-неразлучники терроризируют жителей штата Пенджаб. Я думаю, что, понимаете, вот весна, уже пташки повертаются зверью, весели, накормленные, да, все у них хорошо. Так вот на этой позитивной ночи. Несу клевики родичам. И для последней фразы. Говорят, что при садивном поведенке птахи фахивают зопиуму в садивничном колледже. Манда Суэрри, доктор Чанквар, рассказал, что опиум дает птаху мытьевую энергию. Майже такую самую, как и чувствует человек, выпивший чай или каву. Фахивает зопиуму. Ты-то дух, я кодзон. Я считаю, что просто у каждого уважающего себя редактора на телевидении в базе данных должен быть фахивает зопиуму. Ну как иначе? Эксперт зопиумер. Эксперт. Для часового эфира. Поэтому я бы на месте нашей команды отметила себе вот этого вот товарища. Он может быть очень полезен. Фахивает зопиуму в садивничном колледже в Мандасу. Так и пометим. Запиши. По скайпу можно включать. Поэтому до новых встреч и новых прекрасных новостей. И спасибо, Валентина. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok